Вернуться в детство всегда интересно, тем более, что оно всегда разнообразно. В городе профессии Нордвиль для родителей и юных посетителей устроили ночь для взрослых. Им удалось не только прокатиться на своеобразной машине времени и вновь окунуться в детские годы, но и многому научиться заново. Научиться вязать узлы, завязать в спальный мешок и ставить палатку. В городе профессии Нордвиль можно за полчаса получить все азы туриста. А вот фотограф Алексей Лешков попробовал себя еще и в археологии. Мы были в археологии, откапывали кости. Правда, я ничего не откопал. Ну, лопату, правда, нашел. И одну потерял. Да, мероприятие очень классное, нам все нравится. А на сцене детского города профессии Нордвиль участники ночи для взрослых демонстрировали способности в танцах. А мой ребенок был в восторге от этого заведения, от всего увиденного. И мне очень хотелось прийти и вместе с уже взрослыми товарищами вдохновиться и зарядиться положительными эмоциями. Почувствовать себя с детьми, немного подурачиться, а может, освоить новую профессию. Именно такую задачу ставили перед собой организаторы Ночи для взрослых. Я работаю в страховой компании, в медицинский отдел. Ну, возможно, что-то и выберу для себя, для души. На старости лет кардинально поменяем профессию. Возможно, и в мир моды подамся. Это было так сложно, это было так ответственно потушить пожар, чтобы дом не сгорел, всех спасти. Но наша команда справилась. Мы молодцы. Взрослые давно просили устроить такую вечеринку в Нордвилле. Интерес понятен, где еще в Архангельске можно освоить целых 40 профессий в одном месте. Можно, не стесняясь, попробовать себя в роли полицейского строителя, полярника и фермера и так далее. Поэтому мы решили все-таки организовать такое мероприятие и разрешить взрослым зайти внутрь мастерских, побывать, посмотреть своими глазами. Это первая, но не последняя ночь для взрослых в Нордвилле, уверяют организаторы. Анонсы новых мероприятий можно найти в официальной группе детского города профессий в социальной сети ВКонтакте.